Здравствуйте! Это программа 4 сезона, я ее ведущий Игорь Коробов. Сегодня мы поговорим о семенах, о том, как их собирать, как их готовить, что с ними нужно сделать. И весь процесс подготовки перед посадкой поможет нам в этом вопросе ведущий агроном Ольга Валентиновна. Агроном по защите растений. Я правильно говорю? Правильно. Итак, давайте, с чего мы начнем? Самое простое, наверное, как готовить семена. То есть, вот как их отобрать, что для этого нужно сделать. Значит, есть два способа у вас приобретения семян. Вы можете их купить в магазине, можете купить в магазине уже обработанные, готовые к посеиву семена. Но можете подготовить сами свои семена. Извините, значит, в магазине, покупая семена, нам не нужно с ними уже ничего делать. Они уже обработаны, а там как-то вот отсортированы. То есть, весь комплекс мероприятий, которые нужно, там уже сделано. Ну, в основном, все известные крупные фермы, они, конечно, стараются свои семена обрабатывать, чтобы уже был качественный посевной материал. Но обычные семена все-таки можно дополнительно их все-таки провести какие-то обработки. Поговорим об этом. Тогда вернемся к тем, которые вот у нас есть. Мы с вами берем, допустим, грубо говоря, огурец, помидор, достаем оттуда семена. Нашими народными способами мы там как-то их там пытаемся сохранять до весны. Что с ними надо делать? Сначала собирайте семена только со здоровых растений, чтобы растения у вас были здоровыми, здоровыми, не поражены, были болезнями, ну, и вредителями тоже нежелательно. Значит, отобрали семена, все, вы их положили на хранение, у вас они прохранились в основном зиму. Ближе к весне, ближе к посеву вы начинаете свои действия. Жизнеспособность семян Жизнеспособность семян – это свойство семян сохранять способность к прорастанию. Только что убранные или хранящиеся при низкой температуре семена часто не прорастают, хотя и имеют здоровый зародыш, то есть жизнеспособны. Это вызывается периодом покоя, после прохождения которого семена могут дать нормальные всходы. Жизнеспособность семян определяют при контрольно-семенном анализе. Число живых семян выражают в процентах от общего числа семян, взятых для анализа. Методы определения жизнеспособности семян предусмотрены государственными стандартами. Чтобы вырастить здоровый и хороший урожай, первое – семена нужно откалибровать. Откалибровать что это такое? Что это такое? Значит, ну, просто говоря, это просто отобрать хорошие, отсортировать. Обязательно они должны быть выполнены, не щуплые. Выполненные, то есть что вы имеете в виду? Ну, выполненные. Такие дополненные, такие толстенькие. Да-да-да, когда пустое семечко, его видно. Можно также использовать трёх- или пятипроцентный раствор соли. Значит, в этом растворе вы замачиваете, не замачиваете, а просто опускаете семена, перемешали, после чего у вас одна часть семян какая-то всплывёт, какая-то часть упадёт на дно. Всплывшие семена, это вы их сливаете и выбрасываете, потому что они легковесные, они лёгкие, они не дадут вам хорошего урожая. Они наполненные, там зёрнышки у них не вызревшие внутри, поэтому лучше их не трогать. Да, лучше их вылить вместе с водичкой, и всё. Оставшиеся семена, которые у вас, значит, остались на дне, водичку вы сливаете, эти семена промываете водичкой, и дальше уже мы с вами будем с ними работать. Проводится такое мероприятие, как закаливание. Закаливание проводится для чего? Для того, чтобы ваши семена были более устойчивы к неблагоприятным условиям. Особенно это важно в зонах рискованного земледелия, где бывают морозы в ненужное время, чтобы не поморозить ваш урожай. То есть днём может быть плюс какая-то температура, там 15-20, а вечером минус 3-5. В чём заключается закаливание? Значит, бывают там, ну, несколько методов, но я остановлюсь на одном. Значит, семена замачивают до набухания. Значит, когда семечки уже набухли, могут уже даже появиться первые, первые, проклюнутся, как говорится, проклюнулись семена, тогда их помещают в холодильник. При температуре, ну, в холодильнике у нас где-то с вами 4 градуса, 3-4 градуса. То есть это просто не в морозильную камеру? Нет, нет, нет. А именно просто вот в холодильнике? Да, 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 в верхнюю часть холодильника. Вы их помещаете где-то на сутки, на двое. И после этого вы можете проводить уже посев. Желательно, обязательно даже во влажную почву, потому что они у вас уже набухли, они уже напитались водой. И если вы их посадите в сухую почву, у вас уже будет процесс обратный. То есть почва у вас будет забирать влагу из семян, и это будет ничего хорошего. Можно не проводить закаливание, можно провести просто проращивание семян. Но, как закаливание я уже сказала, что оно как предотвращает. Если вы уверены, что у вас не будет заморозков, или что у вас нормальные условия выращивания будут, допустим, там в тепличках или где-то, то вы можете не проводить закаливание. Вы можете просто провести проращивание. Проращивание делается, просто тарелочка или блюдечко. Значит, накладывается туда или фильтровальная бумажка, или марлечка. Смачивается водичкой. Можно смочить, допустим, каким-то раствором какого-то стимулятора. Но о стимуляторах я коснусь попозже. Да, питательная смесь. И когда семена проклюнутся, набухнут, проклюнутся, тогда можно проводить посев. Если вы собрали семена со своих участков, со своих растений, на них могут быть всё равно патогены. Ну, это остатки, значит, болезней. Потому что основные болезни передаются семенами. То есть основной источник инфекции являются семена. Поэтому и нужно проводить вот какие-то вот такие дополнительные обработки для того, чтобы мы с вами вырастили здоровый. Чтобы у нас уже сеянец вышел, уже был здоровый. И дальше будем уже посещать. Дома что мы можем сделать? Вот какой, как мы можем победить этих предателей? Значит, способ обеззараживания, значит, можно применить какой? Можно заменить, значит, замочить наши семена в 1% растворе марганцовки. Не бойтесь, он будет очень тёмным. Не бойтесь, вы не сожжёте, но это где-то на полчаса вы замочите свои семена. Полчаса, 20 минут. Вот так вот. Потом промойте их. Хочу остановиться на том, чтобы вода при замачивании должна быть обязательно не ниже 20 градусов. 20, 23, 25. Чтобы она была тёпленькая. Ещё как, значит, от вирусных болезней, от грибных болезней применяется такой способ, как прогревание семян. Значит, прогревание семян вы можете тоже дома сделать. Так фирмы, конечно, делают у них приспособленные все условия. Но вы можете дома прогреть свои семена в горячей водичке при температуре 50-60 градусов в течение 2-3 часов. Но, опять же, в зависимости от культур. Прогревание ещё даёт увеличение количества женских цветков. А вот, то есть, особенно у тыквенных. А для чего это нужно? Женские цветы, ну, вы же знаете, огурцы у нас, ну, если, конечно, они самопыляющиеся, то есть партенокарпики, там, да, там у нас в основном идут женские цветы. А если они пчёлопыляемые растения, вам нужны и женские, и мужские цветки. Соответственно, чем больше женских, ну, ни в коем случае не обрывайте мужские цветы, они необходимы, так же, как и мужчины, необходимы для женщин. Ну, процесс понятен, да. И есть, чем больше женских цветков, тем больше урожай. Ну, конечно. Совершенно верно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для стимулирования растений, чтобы они быстрее прорасли, чтобы тоже избавиться от инфекции на поверхности семян, мы с вами можем провести ещё в домашних условиях такое барботирование. Оно, конечно, малоизвестно, такой приём, но он очень эффективный. Вот, чтобы нам было понятно, расшифруем. Это оснащение, значит, семян кислорода. Что мы делаем? Мы с вами берём ёмкость, где-то пол-литра или 0,7 литра, можно такую бутылку из-под молока или банку. Значит, опускаем туда, берём компрессор аквариумный. Если у кого есть рыбки, это вообще замечательно. Аквариумный компрессор. Наконечник компрессора, желательно с мелким ситечком, опускаем на дно этой баночки. Включаем компрессор, потом опускаем туда семена. Вот. И, значит, у вас семена постоянно находятся в движении. То есть этот компрессор будет подавать туда воздух. Да, да, да. И семена будут сведёжить. И обогащает кислородом вот эту воду, соответственно, наши семена. Банку с водой. Банку с водой. Понятно. И он там, вот как рыбки, они будут эти семена там болтаться. Банку наполняем на две трети где-то водичкой. А все семена можно барботировать. Мелкие, а вот крупные. Можно тоже этот процесс с ними проделать? Конечно. Для крупных это тоже хорошо. Это тоже, я понимаю. Ну, даже вот, конечно, семена, допустим, редиса, репы, они вот такие вот, как сказать, мелкие. И у них, в принципе, всхожесть неплохая. Их можно не барботировать, я считаю. Ну, а так вот трудновсхожие семена, желательно такие, как морковь, сельдерей, вот такие вот из этой серии. Потому что лук, чернушка. Потому что эти семена, они на своей оболочке содержат эфирные масла. Трудно растворимые. То есть, если мы с вами просто посеем их в почву, пока эти эфирные масла растворятся в почве. Соответственно, им нужно помочь, ускорить этот процесс. Эфирные масла, ведь они же каким-то образом для чего-то нужны. Ведь природа придумывает, наверное, для того, чтобы сохранять это семя, чтобы оно вот как-то не портилось тоже, не поддавалось каким-то болезням. Ну, это в момент хранения. А перед посевом мы должны помочь растению освободиться. То есть, мы подталкиваем растение таким образом к активному росту. Да, да, да. Допустим, семена лука, чернушки мы с вами можем ещё ускорить процесс, как на 8 часов замочить в горячей, допустим, воде. Это где-то 40-45 градусов. Можно замочить ещё, чтобы так ускорить в 3% растворе перекиси минут на 40. Тоже вот такие приёмы применяются. Но перекиси можно буквально перед грядкой. То есть, мы приехали, замочили, пока грядку подготовили, как раз у нас всё это постояло. Достаем, и тут же сразу можно вывести грядку. Можно так. Все, в основном, все вот эти мероприятия, они направлены на ускорение процессов схожести в основном. Ну, и, соответственно, на защиту, чтобы помочь семенам и обогатить их нашими полезными веществами. Микроэлементами, да, микроэлементами. Понятно. После этого желательно, конечно, семена немножко промыть и сразу проводить посев. То есть, все мероприятия, практически семена, о которых мы сейчас с вами говорили, проводятся непосредственно перед посевом. Перед тем, как нам уже их опускать в землю, в грядку и уже начинать ухаживать. Потому что мы их с вами разбудили. Семена папоротника настолько легки, что ветер может переносить их на тысячу километров. Семена других растений снабжены особыми летательными приспособлениями. Парашютиками, крылышками, щетинками, кисточками, с помощью которых они долгое время могут удерживаться в воздухе и даже переноситься на большие расстояния. Подобные летательные приспособления можно увидеть у семян одуванчика, липы, клёна и других наших растений. Среди семян путешественников есть и такие, которые сами помогают себе зарываться в землю. Так, плоды аистника и ковыля имеют с одной стороны тонкое остриё, а с другой длинную ость, которая при подсыхании винтообразно скручивается, а при увлажнении раскручивается и таким образом помогает семенам зарыться в землю. Мы с вами разговаривали о моментах, которые непосредственно перед посевом. Но вы можете также, допустим, зимой или перед весной провести ещё такое мероприятие дрожжирования семян. Что такое дрожжирование? Семена морковки, петрушки и всех остальных, они очень мелкие. И мы с вами, когда высеваем их, у нас получается очень густая посадка, посев-посев. То есть всходы очень густые, нам потом с вами приходится их прореживать, продёргивать, это лишние трудозатраты. А дрожжирование, значит, способствует... Ну, у вас, если посадить семена огурца, вы его видите, или тыквы, она крупненькая, да, её можно посадить на нужном расстоянии. А семена морковки каждой семечкой выбрать очень сложно. Ну да, тем более. Поэтому вот в основном для мелких семян применяется такой способ дрожжирования. Берёте семена в баночку там какую-нибудь, значит, можете их предварительно замочить 1 к 10 настоем коровяка. Или опрыснуть процеженным раствором коровяка тоже, но там уже 1 к 7 идёт раствор. Опрыснули. Потом опрыснули 2-процентным раствором клейстера, крахмального клейстера. Вот. Отдельно для себя приготовили смесь. Значит, 400 грамм низинного нейтрализованного торфа, 20 грамм комплексного удобрения какого-то, или суперфосфат в порошке, можно его растолочь, суперфосфат в гранулах, его нужно растолочь. И 40 грамм сухого коровяка из мелко истолчённого, измельчённого, как порошочек. Значит, семена мы с вами положили, опрыснули крахмалом, добавили немножко туда смеси. Баночку закрыли и потрясли, пока вся эта смесь у нас обволоклась в нашей семечке. И потом ещё добавляем смесь, и вот пока у нас шарики не будут где-то миллиметра 3-4. То есть эти вот наши семена облюбляются вот этой смесью и становятся большими, крупными. Внутри этих шариков наша семечка. Соответственно, вы потом легко можете его взять и на нужное расстояние посеять. Такое чудо удивительное. Я впервые, честно говоря, встречаю этот способ. Это я считаю, что это не очень сложно сделать. Это можно сделать зимой, и так вот они у вас даже до года могут храниться такие семена. То есть получается, что они уже набирают питательные вещества вокруг себя, семена. Мы опускаем их вместе с питательными веществами в грядку. И нам остаётся только поливать и следить за тем, чтобы они, в общем-то, нормально развивались. Да, да, да. Чудо. То есть все остальные процессы мы уже убираем. Понятно. Мы сразу, это получается комплексный подход уже. Удивительно. Это замечательный способ. Вот эти все процессы. Я понимаю, калибровка, там, барботирование. Что из этих процессов очень важно сделать для клубни, которые мы опускаем? Я имею в виду картофель, там, груша, вот, как она? Земляная груша. Земляная груша, топинамбур, да. Потом ещё какие у нас есть? Ну, она и цветочная, в принципе, луковичная. Цветы тоже луковичные, цветочные, там, гладиолусы, по-моему, тюльпаны те же луковичные, которые мы высаживаем. Что для них, какие вот для них мероприятия нужно будет провести? Потому что они же всё-таки объёмные, там мы в баночку маленькую не положим. Ну, конечно, конечно. Значит, это очень важный момент для таких растений, которые действительно мы не сможем с вами засунуть в банку. В первую очередь, опять же, сортировка, калибровка, это обязательно. Те же луковичные, гладиолусы, тюльпаны, мы с вами должны отобрать здоровый материал посадочный. И всё, что у нас с какими-то подозрениями или что-то, лучше выбросить. Если нет возможности выбросить, желательно их обработать. Семена, ну, в принципе, это можно коснуться и семян мелких, я вот этот приём сейчас скажу. Есть такое понятие опудривания семян препаратами. То есть, как бы, если мелкие семена, они берутся в баночку, туда кладётся, значит, какой-то порошок из препарата, ридамил, фундазол или там, ну, что есть или есть под рукой, какое-то такое дезинфицирующее средство, или то, что вам посоветуют в магазине. Они продаются в магазине? Да, 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 да. Такие препараты должны продаваться обязательно в магазинах. В баночку закрываем, потрясли, опудрили и высеваем. Ну, хочу обратить внимание, при работе с препаратами, с ядами, будьте обязательно осторожны, соблюдайте индивидуальную защиту, то есть, работайте обязательно в перчатках, желательно в лепестках или респираторах, вот. Что касается клубней. Да. Значит, клубни мы также, как и семена, можем с вами опудрить какими-то препаратами, которые вы можете найти, значит... Опудрить, вот давайте представим себе, ну вот мы сажаем там три ведра картофеля, да? Как мы можем их опудрить? Это значит, надо их как-то, наверное, рассыпать? Я так, ну, я тогда догадываюсь просто. Да-да-да, рассыпать, значит, можно такой не толстым слоем. Это же можно сделать перед посадкой, прямо перед посадкой опудривания, да? Да-да-да. То есть, мы приехали, у нас приготовили там участок, всё это дело, разложили наш посевной материал, опудрили его и тут же можем, прямо тут же закладывать его. Да, можно ещё, если вам посоветуют в магазине, допустим, какой-то препарат, значит, в виде раствора, который приготовляется, вы можете эти, значит, так же разложили, опрыскали из опрыскивателя, желательно перемешать, перевернуть, то есть, чтобы не с одной сторонки у нас это было, вот, вот, желательно как-то перемешать, или в процессе потом, но мы же потом будем с вами собирать, они тоже как-то перемешаются, и потом с вами высеваем, высаживаем картофель, цветы. И, в принципе, с цветами то же самое. А по объёму, вот, опыление, то есть, с какого количества препаратов должно быть? Ну, я понимаю, что употреблять этим нельзя же. Ну, опять же, ни в коем случае, есть нормы, поэтому для каждого препарата есть своя норма. И там в инструкции, наверное, всё написано. Обязательно. То есть, надо внимательно читать инструкцию? Обязательно. До появления теплицы использовали паровые гряды и парники. Паровые гряды представляли собой обычные грядки, засыпанные конским навозом, который при нагревании создавал паровой эффект. На таких грядках обычно выращивали теплолюбивые растения, например, огурцы и бахчевые культуры, дыни, арбузы. Также на таких грядках выращивали рассаду для цветочных растений. Но при всех усилиях садоводов очень часто растения погибали, а урожай был очень незначительным. Мы вот сейчас разговаривали с вами о семенах, о процессах, значит, их обработок разных-разных, подготовки семян. Я хочу обратить внимание, если вы купили уже обработанные семена, то есть дрожжированные семена, инкрустированные, то есть покрытые оболочкой, их ничего с ними делать не нужно. Не прогревать, не проращивать, не смывать вот эту плёночку, не барботировать тем более. То есть просто берёте и сеете. Сеете можете как? Можете просто, как всегда, обычным таким посевом. Значит, посев у нас какой бывает? Просто берёте семена и просто рассыпаете, как вам, да, в зависимости от культуры. Можете, есть такой старинный способ, значит, допустим, семена морковки, они мелкие, её смешивают с песком, и потом вот этот песочек, значит, равномерненько рассыпают по бороздкам. Или ещё такой способ, значит, с торфом, то есть в торфе они немножечко проклёвываются, проращиваются немножко семена, и то потом точно таким же образом рассеваются. Ещё есть жидкостный посев. Что это такое? Значит, вы наводите, предварительно семена замачиваете до набухания, и можно даже, чтобы появились мелкие росточки. Вот, после этого готовите раствор клейстера, такой жиденький клейстер-раствор. Например, опускаете туда семена, вот, равномерно, аккуратно перемешиваете, чтобы не поломать росточки. И потом из такого вот, из чашечки с носиком, или там вот какого-то ведёрочка с носиком, можете равномерненько, равномерненько поливать, и у вас будет такой более-менее равномерный посев. А, вот как. Можно так даже сделать. Вот удивительно, наоборот. Ну, вот такие вот приёмы, в принципе, при посеве используются. Замечательно. Для того, чтобы сберечь урожай и сохранить экзотические растения и цветы, привезённые из стран с более тёплым климатом, в Древнем Риме впервые были построены специальные помещения для их выращивания. Эти помещения обогревались и были покрыты слюдой. Так появились первые теплицы. Именно их появление привело к производству в Риме листового стекла и металлических рам, технология производства которых была утеряна с момента падения Римской империи. Появление тепличных конструкций в России связано с периодом правления Петра I. В это время парники и другие тепличные сооружения использовали для выращивания разных экзотических растений, например, винограда или персиков, а также цветов. Особенно быстрыми темпами тепличное строение начало развиваться в XIX веке. Дорогие друзья, сегодня мы познакомились с простыми, доступными способами подготовки семян для посева. Ольга Валентиновна, большое вам спасибо. Если какие-то ещё вопросы у людей будут, я думаю, что можно найти будет всё это дело в литературе, которое существует. Конечно, литературы сейчас много, а я хочу в свою очередь пожелать вам высоких урожаев, здорового урожая, и чтобы у вас было как можно меньше проблем на ваших участках, чтобы ваши участки вас радовали. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...